Дорогие друзья, как говорится в Китае, Нихао! Сегодня я и моя переводчица Алина. И знаете, чему сегодняшняя будет наша встреча? Китайской кухни. Алина живёт здесь, в Пекине. Алина, сколько уже? Уже четыре года в Китае. Да, в Китае четыре года. Человек влюблённый в Китай, в китайский язык, в китайские традиции. И вот сейчас она нам как раз и расскажет, что я сегодня взяла себе. Нам очень повезло, у нас шведский стол, мы сами можем выбрать, что нам нравится, но для этого нужно немножко хотя бы разбираться, иначе всё выглядит очень-очень красиво, иногда не очень, но совершенно непонятно. Да, ну вот этот вот, например, смотрите, значит мне выдали, что это называется, столовые приборы. И вот эта вот у неё штучка, я сейчас буду всё пробовать, всё вам рассказывать. Вот это вот такое беленькое, ой! Оно напоминает пюре. Напоминает пюре. Так, по вкусу. По вкусу? Не могу сказать, что это не сладкое, не солёное. Это что такое? Это на самом деле китайский ямс, да? Китайский ямс. Как корневище, да. Если вы знаете, что такое ямс, то это китайский. Если вы знаете, что такое ямс, то это китайский. И китайцы часто его приготовляют в разных видах, иногда они нарезают тонкими палочками, и обязательно к нему подаётся такой соус, но он сладкий. Вот. Когда я первый раз попробовала, он мне на вкус напомнил детский панадон. Детский панадон? Ну я, наверное, такая старая. Я не понял, как детский панадон, но, знаете, это не противно. Это достаточно интересно. Он и так называется. Шан-Яо. Шан – это гора, там, где он растёт. И яо – это лекарство. Значит, в Китае что хорошо? Всё, что ты ешь – всё полезное. Для красоты, для здоровья. Так, обязательно есть везде водоросли. Я их очень люблю. Как водоросли это называются? Это морская капуста, да? Она очень разная. Это хай-тхай. Да. Вот это вот, смотрите, очень интересное по вкусу. Похоже для меня на какую-то половую тряпку. На самом деле это тофу. Он очень в Китае популярен. Когда нет ни мяса, ни чего другого, китайцы, собственно, тофу был самый распространенный. Тофу из чего делают? Свои разные. И по вкусу очень много разных способов приготовления. Напоминает от сыра, от творога. Иногда по вкусу похоже на салфетку. Да, салфетка. Причём уже давно использованная. Как туалет, ты бумагу ешь. Слушайте, ну это тоже очень полезно. Так, что у меня ещё? А, очень много овощей. Знаете, что хочу вам сказать? Мы с Алиной тут обсуждали. Быть вегетарианцем, сыроедом, веганом очень интересно в Китае. Потому что всё можно кушать, что растёт, что ползает. Да, однозначно. Китайцы сами на самом деле мясо достаточно ограниченное количество. Кстати, вот мы здесь сидим и из мяса здесь огромное количество блюд. Из курицы и из утки. Вот я взяла какой-то суп. Вот, к нему более-менее понятная посуда. Так, я пробую. А ты расскажи, они едят свинину. Какое они вообще мясо предпочитают? Они едят и говядину, и свинину, и курицу, и баранину. Вот самая распространённая, наверное, говядина, баранина, курица. А вот там вот мозгов всяких полно. Они едят любые внутренности животных. И вообще в Китае принято говорить, особенно на юге, что всё, что движется, всё это можно есть. Все растения, всё можно есть. Только вот самолёт не заесть. А вот эти таракашек, букашка, они тоже едят? На юге, да. На севере редко можно встретиться на юге. Букашки, это же протеины. И всё, что угодно. Ну, отлично. Так что вы поняли, что Китай – это рай для гурманов всех направленностей. И мы с Алиной желаем вам приятного аппетита. А сами пошли потреблять то, что мы набрали. Как будет, кстати, приятного аппетита или что-то в традиции китайской? У них нет конкретно такой фразы, но они могут сказать монанши. Потихоньку наслаждайтесь вкусом, угощайтесь. Ну что, мы с Алиной пошли потихоньку наслаждаться вкусом. А вы не пропустите мои новые выпуски «Путешествие в Китай» с Ольгой Малаховой. До встречи! Пока!